Не только по Техину и делу нашлось время на молодёжном юбилейном форуме «Студенческое лето». Пообщаться с активистами приехал руководитель региона Олег Королёв. Молодая публика почётного гостя встретилась с особым энтузиазмом. С первой же минуты откровенный диалог. Студенты буквально забросали представителей власти вопросами. У нас продолжится работа, когда ученик оканчивает Центр дистанционного образования в высших учебных заведениях. Потому что я знаю, что в регионах нашей России уже подобные Центры продолжают работать. Сейчас не столько и не только дистанционное управление для тех, кто в этом нуждается, но создаются совершенно новые в продвинутых странах университеты, у которых нет ни одного помещения. То есть, хоть в Оксфорде, хоть в Гарварде любой уважающий себя профессор, преподаватель, он даже оговорит, что да, я получаю большие деньги, но при условии, мои лекции идут в открытом интернете. Сейчас создаются, дорогие друзья, совершенно новые системы образования. Кому, как не выпускникам, узнавать о будущем. Руководитель региона рассказал студентам о развитии районов Липецкой области. В пример Олег Королёв поставил Усманский район. Буквально за несколько лет эти места из глубинки превратились в процветающие края, где действует предприятие «Сигма». Его самолёты получили признание на мировой арене. Усманский район можно назвать одним из самых комфортных для жизни. Причём на первом месте спорт. В каждом поселении есть специальные площадки. В Новом Ледовом дворце открыты секции хоккея. У нас прошли за 20 лет разительные перемены, когда народ из села уходил. Сейчас этот процесс города остановился. И люди подняли экологию, жёсткость городов. Пошли назад. Тем более сейчас, когда многое делается для того, чтобы провинции развивать всё. Инфраструктуру и всё остальное. Поэтому востребовано сейчас буквально всё. В рамках откровенного разговора молодёжи с руководителем региона обсуждались актуальные вопросы экологии, пропаганды здорового образа жизни и поддержки спорта. Отвечая на многочисленные вопросы участников сбора, Олег Королёв рассказал и о стратегии успеха, фундаментом которой является целеустремлённость и ежедневная настойчивая работа над собой. За несколько дней, проведённых в политехнике, активисты и этот факт уже подтвердили делом. У нас были представления творческих коллективов по вокалу, стему, театру и художественному чтению, а также хореографии. На самом деле у нас уже появились звёздочки свои из Ельца, из Педа, из Политеха, из коммерческих вузов. И я думаю, дальше только их будет больше и интереснее. В распоряжении активной молодёжи осталось всего несколько дней. Фестиваль творчества продлится до 4 августа. За это время ребята побывают на патриотических уроках, поучаствуют в спортивных состязаниях, пройдут мастер-классы и даже отметят студенческий Новый год. Юлия Челария, Валерий Фаустов, Липецкое время, Добровский район. Юлия Челария, Валерий Фаустов, Липецкое время, Добровский район.